Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об абсолютно уникальном бренде, продукция которого хоть и относится к декоративной косметике, но в то же время она является и уходом одновременно. И что поразительно, это действительно является правдой. Если вы не впервые на моем канале и смотрите мои видео, вы знаете, как меня возмущает ложный маркетинг, я даже недавно об этом говорила в одном из своих обзоров. Меня ужасно раздражает, когда какой-то очередной люксовый бренд рассказывает о всех прелестях состава своего средства, когда по факту читаешь состав и видишь там обычные силиконы, загустители, усилители текстуры, отдушки, а в конце списка ингредиентов тебе попадается там пол капли гиалуроновой кислоты, которая по факту вообще ни на что не влияет, но в то же время это является основным акцентом в рекламной кампании. Так вот, мне всегда было интересно, существуют ли вообще в принципе такие бренды, которые действительно отвечают за свои слова, и если они говорят о том, что у нас состав хороший, эти средства будут ухаживать за вашей кожей и в то же время принесут какой-то декоративный эффект. Так вот, бренд, о котором мы сегодня поговорим, это было и мое открытие, я с ним раньше не была знакома, это бренд Air Peres. Я взяла на пробу здесь несколько продуктов, и сегодня мы будем делать макияж, я вам все буду детально комментировать и по текстурам, и по составу, и по особенностям нанесения этой косметики. Это сразу скажу, не минеральная косметика, то есть это не классические пудры там или что-то такое, к чему мы привыкли, вроде бы как, что это натуральный, уже все свыклись с тем, что если мы хотим что-то органичное, что-то нетоксичное, что-то натуральное, то единственный путь, по которому мы можем идти, это рассыпчатая минеральная пудра, ну или там спрессованная минеральная пудра. Что меня конкретно здесь больше всего поразило, это то, что это более привычные для нас текстуры, то есть тональная основа выглядит и наносится как обычная тональная основа, или там, например, консилер, или та же помада, да, это обычные знакомые нам вещи, но в то же время с совершенно отличающимся составом, и хочу заметить, что в лучшую сторону. Сразу скажу, чтобы не было никаких вопросов по этому поводу, это видео не спонсировано, это не нативная реклама, я эти средства вот сама случайно нашла, листала новинки на Тина, увидела этот бренд, погуглила, почитала их историю, меня она заинтересовала, решила попробовать и после этого рассказать вам. Если вы знаете меня и мой канал, то вы знаете, что для меня это абсолютно типичная тема, я постоянно, каждый раз возмущаюсь по поводу составов, и мне всегда хотелось найти просто что-то лучше. Несколько фактов хочу рассказать о косметике Air Pures, она названа в честь основательницы, собственно, Air Pures, это женщина, которая сейчас живет в Австралии, родом она, по-моему, из Мексики, производится эта косметика частично во Франции, частично в Мексике, то есть в зависимости от того, что вы держите в руках, к примеру, тональная основа делается во Франции, а вот хайлайтер производится в Мексике. Этот бренд не является бюджетным, но в то же время я бы и не сказала, что здесь люксовые цены, скорее это ценный мидл сегмента, ну а сейчас я предлагаю перейти непосредственно к выполнению макияжа, как я и сказала, по ходу дела будем с вами разбираться и с текстурами, и с особенностями нанесения, и с составом, все это я буду комментировать, поэтому давайте к этому и перейдем. Как видите, макияж глаз я уже начала делать, сделала сегодня что-то очень легкое, такое подстать нашему общему образу сегодня, такой вот натуральности, естественности и так далее, и мы сегодня с вами сосредоточимся в основном вокруг макияжа лица, потому что основная продукция у меня как раз-таки здесь для лица, и первое, с чего я начну, это использование консилера от Air Press, который называется Arnica Concealer, оттенок я взяла себе Latte, по-моему это самый светлый оттенок, который вообще есть в линейке, и сразу предупрежу, вот с оттенками там не разгуляться, скажем так, потому что у нее линейка очень сжатая, скажем так, то есть если вы попадаете под категорию светлокожих, то скорее всего для вас будет один оттенок вообще в принципе доступен, или в зависимости от линейки может быть там максимум два, но точно не так, что прям выбор там из 20 оттенков с разными подтонами и так далее. Что касается этого консилера, то как видите он в такой твердой форме, в шайбочке, и чем-то он по текстуре напоминает, ну как бы типичные такие кремовые тени, по типу даже Maybelline Color Tattoo, вот что-то вот в таком вот духе, и кстати, что приятно тоже, у этого бренда нормальные сроки годности, практически на все здесь сроки годности 12 месяцев, обычно у более натуральной косметики вот с этим беда, там все 3 месяца, месяц даже бывает. Что касается конкретно этого консилера, мне понравился этот оттенок, я считаю его подходящим, он светлее тона моей кожи, то есть если вы еще более светлокожая, то для вас это будет именно тон вашей кожи, и им можно будет даже перекрывать и что-то типа прыщиков каких-то, может мелких каких-то недостатков на лице, он неплохо справляется со своей задачей, и его лучше наносить вот какой-то синтетической кисточкой, по типу вот такой вот, и я люблю им работать вот так вот, то есть сначала по орбитальной кости наносить, похлопывающими движениями, и как видите, он сразу очень сильно осветляет, я кстати очень тоже полюбила этот консилер, использовать еще и дополнительно, после использования, например, моего консилера сислой, он имеет такой более лососевый оттенок, и он перекрывает хорошо разные пигментные проблемы, по типу там венки какие-то, или синяки под глазами, а вот этот потом очень хорошо освежает, если его нанести вот именно вот так вот по орбитальной кости. С ним лучше долго не играться, то есть он достаточно быстро начинает усаживаться, то есть его желательно для того, чтобы лучше всего нанести на слои максимально быстро, потому что потом он начинает как бы как сбиваться что ли, не то чтобы скатываться, а именно как вот он начинает немножко тяжеловато выглядеть, вот что я хотела сказать, есть определенные жертвы, на которые нужно идти, если вы хотите реально пользоваться чем-то хорошим, не какой-то химозой, а вот именно действительно хорошими косметическими средствами, которые будут ухаживать за вашей кожей, у них есть особенности нанесения, к которым просто надо привыкнуть. И видите, что я еще делаю? Я люблю вот так вот разогревать под пальцами этот консилер и распределять, можно сказать, вот так вот до идеала, чтобы он прям растаял в моей коже. Так как консилер этот кремовый, я его тоже совсем слегка закреплю пудрой, и когда я говорю совсем слегка, я имею в виду именно совсем слегка, потому что опять-таки лучше не перегружать. После закрепления мне очень нравится результат, зона под глазами явно посвежевшая, и оттенок, мне кажется, действительно очень удачный. Следующим шагом по логике вещей вроде бы как нужно было бы наносить тональную основу, но я хочу нанести другой продукт. У них есть вот такой вот мультифункциональный продукт, который называется Carrot Color Pot. Это такая штуковина, которую можно использовать как угодно. Они рекомендуют это использовать либо как румяна, либо как помаду, либо как бальзам, и в принципе действительно эта штука работает как три в одном. Как румяна она мне нравится меньше всего, и наверное, скорее всего, из-за своего оттенка мне просто не нравится этот оттенок на щеках. Вот он какой-то неосвежающий получается, а на мне он выглядит какой-то как кирпично-красноватый, чуть как воспаленный. Такое впечатление, что кожа просто какая-то у меня некрасивая с ним. Но там в линейке есть несколько оттенков, может быть, другой выглядел бы совершенно иначе. Что же касается бальзама или помады, это просто восхитительный продукт. И в зависимости от того, как вы наносите, так, собственно, это и выглядит. Если просто пальцем вот так вот похлопать или даже вот размазать по губам, вы будете ощущать такое как маслянистое питание губ, но при этом легкий-легкий такой тон, причем очень красивый, вот на губах он растушевывается, именно вот если его растушевать, он становится таким очень симпатичным нюдовым оттенком. Но если взять и нанести это с помощью кисти, вот именно как кремовую помаду, вы получите интенсивность кремовой помады, и в то же время стойкость тоже у него отличная, держится отлично. Я обожаю просто наносить именно вот с помощью кисти, я потом в конце видео нанесу, покажу вам, как это все будет выглядеть. И реально такую помаду не страшно съесть, потому что обычно в последнее время перед приемом пищи я стираю помаду, потому что, ну, зачем есть лишние химикаты, скажем так. А здесь натуральный состав, то есть если вы даже съедите эту баночку, то с вами ничего страшного не случится. Ну, естественно, не нужно так делать, потому что все равно это не еда. Но, тем не менее, я думаю, вы понимаете, к чему я. Так вот, что касается этого продукта именно как румян, то я люблю брать какую-то вот такую вот кисть, несколько раз макать, причем много раз не надо, потому что продукт очень пигментированный, как вы видите. И тут даже на 2 щеки хватит. И я люблю под тон наносить, потому что если сверху на тон, то, ну, как-то совсем, знаете, вот прям очень красные щеки. И вообще у нее очень интересная история. Я почитала на сайте официальном. Она рассказывала, что откуда вообще вся эта любовь к натуральному. У нее дедушка, один из дедушек, очень любил разные травы, и он ее в том числе научил целебным свойствам. Очень многих трав, там, растений, семян и так далее. А другой дедушка, с другой стороны, он был химиком. И эти оба дедушки, скажем так, сделали из нее идеального производителя косметики, скажем так. Ну вот, эти румяны я сейчас очень сильно растушевала. Осталась такая легкая воль. Ну, не могу сказать, что прям отвратительно, но мне не нравится. Оттенок не мой. Я бы попробовала другой оттенок, потому что сам продукт мне нравится. И давайте, раз пошла такая пьянка, я вам сейчас покажу, как это выглядит как бальзам. Ну вот, видите, пигмента особо нет, форму губ тоже так абсолютно не сделаешь, но, тем не менее, у меня сейчас такое ощущение, как будто я нанесла хороший такой питательный бальзам для губ. А теперь то, что у меня вызывает наибольшее предвкушение, а именно тональная основа. Вот, когда я ее заказывала, я настолько много надежд возлагала на нее. Так вот, встречайте тональную основу, которая вот по виду абсолютно как обычная косметика. Совершенно не скажешь, что это что-то натуральное или чем-то это отличающееся. Называется это Kinoa Water Foundation. У меня оттенок Haze. Опять-таки, с оттенками, вот беда, откровенно говоря, это, по-моему, самый светлый оттенок, и он единственный, который, в принципе, может подойти для светлокожих. Он не светлый. То есть, если консилер светлый подойдет и для тех, кто и посветлее, чем я, то вот этот тон подойдет только для таких, кто как я, и может быть немножко темнее, но не светлее. Эта тональная основа невероятно жидкая. Она просто вот как вода. Абсолютно нет в ней никакой вязкости. И сразу минус вам расскажу по поводу этой текстуры. Расходуется достаточно быстро. У меня где-то, я не знаю, может быть с месяц побыла эта тональная основа. И вот за месяц у меня израсходовалось вот столько. То есть, достаточно, в принципе, большое количество. И я замечаю, что каждый раз, когда я делаю макияж, я вижу, что стало чуть-чуть меньше, чего обычно я никогда не замечаю с обычными тонами. Срок годности тоже здесь наиболее низкий из всех косметических средств. Все, что я сегодня буду показывать, у всего срок годности 12 месяцев, только у этой тональной основы срок годности 6 месяцев. Сделана она во Франции, по объему здесь 30 миллилитров. И вот состав зацените. Вода, глицерин, потом экстракт семян киноа, экстракт черной смородины, витамин Е, гиалуроновая кислота. Понимаете, да? Начало списка и такие компоненты. Такое впечатление, что я читаю состав уходового средства, но никак не декоративного, а это декоративное средство. То есть, по сути, это уход плюс пигмент. Что касается нанесения, опять-таки здесь есть свои особенности. Я пробовала наносить просто руками, распределять кистями и спонжем. Мне единственный вариант понравился только со спонжем. И есть у меня такое подозрение, что именно из-за этого расход настолько большой, потому что спонж реально очень много впитывает. Но в то же время любой другой способ, мне не нравится, как наносит этот тон, он как-то начинает полосить под кистью. Руками он вообще плохо распределяется, какими-то как кусками начинает лежать. То есть, некрасиво абсолютно. И также сразу хочу вас предупредить, тон абсолютно не наслаивается. То есть, нужно сразу достаточно много наносить, растушевывать и не пытаться потом еще больше наслаивать. Если есть какие-то зоны, которые нужно дополнительно перекрыть, вот отлично с этим справляется этот консилер. Я обычно его добавляю вот здесь вокруг крыльев носа. Я люблю работать, опять-таки, зонально с ним. То есть, вот так вот достаточно много я наношу. Беру спонж и сразу начинаю растушевывать. Покрытие у этого тона не ничтожное, как я всегда тоже люблю об этом говорить. Это ни в коем случае не плотное покрытие. Но в то же время это и не такое покрытие, которое, знаете, нанес и вообще ничего не произошло. Ощущение такое, как будто я просто воду распределяю. Вот такой даже холодок по коже сейчас я ощущаю. Вот я люблю вот так вот плясать этим спонжем по лицу, пока я не начинаю ощущать, что как будто вода начинает подсыхать или выветриваться у меня с лица. И после этого остается такая, как легкая бархатистая пленочка на лице. Этот тон абсолютно не видно. Вот просто абсолютно не видно. Хоть ты под микроскопом будешь себя разглядывать или вот так вот придвинешь зеркало, вот консилер с близка, если на него посмотреть, консилер я вижу. Тон я этот вообще не вижу на лице. И наносить лучше именно похлопывающими вот такими вот движениями спонжа, потому что любые растирающие движения, опять-таки, портят текстуру и внешний вид его на лице. Как видите, общий тон лица у меня выровнялся, в ней не требуется дополнительное покрытие. Единственное, я, как и говорила, люблю проходиться по крыльям носа дополнительно с консилером, потому что, ну, там мне покрытия не хватает часто. На каждый день, я бы сказала, и так сойдет, но вот когда я видео снимаю или там, если бы я куда-нибудь шла, то я бы, конечно, дополнительно перекрыла бы эту зону. Идем дальше. У меня от этого бренда есть еще и хайлайтер. Он вот в такой вот огромнейшей просто шайбе. Он называется Vanilla Highlighter. И единственный оттенок, который был на Натина, это Sun Halo. И это как раз-таки темный оттенок в линейке. У них есть один светлый и вот этот вот темный. И для меня он действительно темноват. Я могу его использовать, но все же очень осторожно и очень деликатно. И вот здесь у меня просто обращение к Натина. Пожалуйста, завезите в светлом оттенке, потому что я 100% бы его взяла. Опять-таки текстура такая маслянисто-восковая, полупрозрачная, но в то же время видно вот этот вот бронзовый перелив. А еще у этого хайлайтера аромат такой, знаете, очень на любителя. И вообще, в принципе, вся эта продукция, она ничем не пахнет. Нет никаких ни отдушек, ничего такого. Все абсолютно натурально. То есть пахнет вот этими натуральными компонентами, которые входят в состав. Ну и вот, надеюсь, вам сейчас это видно. Хайлайтер очень красивый. Опять-таки супер натуральный, естественный. Вместе с этим тоном выглядит просто потрясающе. Текстура у него немножко более такая вот именно липкая. Но после распределения, если вот так вот тоненько распределить, я бы не сказала, что он остается липким. Вполне нормально ощущается. Сейчас давайте, наверное, знаете, что сделаем? Я стерла этот бальзам с губ. И сейчас нанесу его как помаду, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, когда его более плотно нанести. Ну а теперь давайте посмотрим в действии на их помаду. Это помада из линейки Olive Oil, то есть с оливковым маслом. Я себе взяла оттенок, который называется Birthday. Единственный конкретный проблем этой помады в том, что она невероятно мягкая. Первое, что у меня произошло, когда я попыталась ее посвочить, она у меня сломалась. И, как видите, я ее попыталась восстановить с помощью зажигалки и морозилки. И хоть я ее и починила, но вид у нее совершенно непрезентабельный после этого стал. Я не знаю, то ли это проблема конкретно этой помады, то ли, в принципе, вся линейка подвержена этому. Обидно, конечно, потому что помада не дешевая, я бы сказала. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки текстура была больше, наверное, доработана. Опять-таки, как видите, помада пигментированная, очень приятно ощущается на губах. Но вот эта помада, скорее, знаете, более типичная, то есть более привычная для нас. И я бы сказала, что эта помада вообще, в принципе, не отличается от обычной классической кремовой помады. Я имею в виду по нанесению, по ощущениям, но в то же время, конечно же, опять-таки, здесь выигрывает состав. Ну и давайте я сейчас закончу макияж. Хочу нанести еще немного бронзера и брови оформить. И вернусь к вам для подведения итогов. Итак, самое главное заключение. Я хочу, чтобы вы это очень хорошо понимали, что если натуральность и нетоксичность не стоит у вас во главе угла, и это для вас совершенно не важно, и, в принципе, вы за этим не гоняетесь, то, возможно, этот бренд вы просто не распробуете, вы его не поймете, вы не захотите мириться с новыми текстурами, учиться, как их наносить, потому что здесь есть все-таки свои особенности. Это вам не силиконы, которые хоть левой пяткой ноги наноси, все равно все распределится, поры сгладят, все будет красивенько, но в то же время вы получите какую-то определенную долю токсичности от этого. Здесь же все направлено на то, чтобы действительно ухаживать за вашей кожей, и абсолютно никак не вредить вашей коже макияжем, но в то же время с этой косметикой не получится сделать какой-то броский, яркий, насыщенный, там, вечерний расфуфыр. С этой косметикой вы будете, скорее всего, создавать образы, которые будут просто подчеркивать вашу естественную красоту, и мне очень интересно дальше продолжать пробовать продукцию этого бренда. Я там у них на сайте вычитала, что у них тушь является бестселлером, мне вот прям сейчас стало очень интересно, по-моему, она даже помогает ресницам расти, их как-то увлажняет и так далее, в общем-то, мне очень интересно. Также у них есть еще, по-моему, одна или две формулы другие тональных основ, тоже хочу их попробовать. Напишите обязательно мне в комментариях, интересно ли это вам, может быть, мне стоит заказать еще продукцию этого бренда, еще больше углубиться. Я в первую очередь рекомендую обратить внимание на тональную основу, она действительно очень неплохая, и состав, ну все, я здесь дальше не буду даже продолжать. Если получится у вас найти хайлайтер в более светлом оттенке, тоже советую попробовать, потому что мне кажется, он вам тоже понравится. И вот эта вот штучка, бальзам для губ, румяная и помада, тоже обалденная просто штука, очень мне нравится, я буквально каждый день ею пользуюсь. Вот это все же, на мой взгляд, не самый яркий продукт у этого бренда. И что касается консилера, тоже как вариант, но все же у него больше особенностей нанесения, если вы боитесь, что вы с ним не справитесь, может быть, в первую очередь, его опять-таки не стоит заказывать, сначала лучше попробуйте тональную основу. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, поделитесь этим видео с друзьями, особенно если они интересуются натуральной и нетоксичной косметикой, и если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео посмотреть, если вы их не смотрели, можете сейчас глянуть, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.